Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Мой сегодняшний собеседник один из самых осведомленных в губернии специалистов по жилищно-коммунальному хозяйству. Мой гость уверен, что очень важно и вовремя, в полном объеме доводить до населения информацию о вносимых изменениях, в том числе о повышении тарифов на коммунальные услуги. Разбираемся в коммунальных нюансах вместе с экспертом Виктором Ивановичем Часовских, руководителем регионального центра общественного контроля ЖКХ. Здравствуйте, уважаемый Виктор Иванович. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, наша программа выходит в прямом эфире. Телефоны в студии 202-11-22. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, дозванивайтесь к нам в студию. И Виктор Иванович, я думаю, что с удовольствием ответит на ваши вопросы, поэтому звоните 202-11-22. Виктор Иванович, ну первый вопрос, конечно, лежит на поверхности. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Самаре. Изменения вступили в силу с 1 июля 2020 года. Чего коснулось подражания? Значит, с 1 июля ежегодно, не только в Самаре, это по всей России повышаются тарифы на коммунальные услуги. Значит, в прошлом году это повышение было два раза. С 1 января и с 1 июля. Это было связано с тем, что НДС изменили с 1 января, поэтому там произошло два раза повышение. Но, надеюсь, больше такого не будет. И уже традиционно с 1 июля идет повышение вот этих тарифов на коммунальные услуги. На коммунальные услуги, подчеркиваю. Значит, здесь что люди должны понимать? Вот, допустим, существуют предельные индексы оплаты граждан за коммунальные услуги. То есть, сколько люди должны платить за все коммунальные услуги. Вот этот индекс и определяется распоряжением правительства Российской Федерации для каждого субъекта, то есть для каждой области. И на основании этого распоряжения готовится постановление губернатора о предельных индексах по каждому муниципальному району, по каждому поселению Самарской области. То есть, каждое поселение имеет свой предельный индекс. У кого-то поднимается вот эта плата на 3,6%, у кого-то на 4%, у кого-то на 5%, в Самаре 6,8%. Но, опять же, не для всех жителей Самары это 6,8%. 6,8% это для тех, у кого полный набор коммунальных услуг есть. Потому что у нас есть хрущевки, нет горячей воды. У них это повышение будет в пределах 5%. А у кого все полностью есть, у того 6,8%. То есть, это разные вещи. Смысл в чем? Люди должны понять одно. Вот за июнь, за все коммунальные услуги, холодная вода, горячая вода, электроэнергия, свет, водоотведение, отопление, я заплатил, допустим, 3 тысячи рублей. Да. 3 тысячи рублей. За такой же набор услуг, за те же объемы, в июле я должен буду заплатить, ну берем по максимуму, на 6,8% больше. Ну, это где-то порядка 204 рубля. Если 3 тысячи мы платим за все коммунальные услуги. Ясно. Если 2 тысячи мы заплатили, то там 136 рублей, кажется, будет. Само повышение. То есть, это тарифы могут подниматься на 10, на 15%, да? Но сумма платежа нашего за все коммунальные услуги не должна превысить вот этого вот предельного индекса. Ясно. Звонок есть у нас на линии. Здравствуйте. Мы вас приветствуем, слушаем ваш вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. И я тоже на линии. Да, говорите, пожалуйста. Меня интересует вот это отопление, которое сейчас ввели. Нигде нельзя заплатить без этого 1%, который берут в нагрузку. Это что это такое за обдираловка? Ясно. Понятен вопрос, Виктор Иванович. Я понял, да. Спасибо. Значит, смысл в чем? С 1 января 2020 года в тарифы ресурсоснабжающим организациям не включается вот эта процентная ставка, оплата банком. Если раньше управляющая компания, ресурсоснабжающая организация заключала договор с банком, и вот эту комиссию, она входила в тариф. Да. То есть мы платили это все. Просто не зная, она была не выделена. Она была в тарифе, да. То сейчас им не включают это, и они, соответственно, не заключают эти договоры. И банки, естественно, берут вот эти вот процентные ставки. Значит, что здесь в этом отношении? Началось это с 1 января. Эта проблема началась с 1 января. Значит, мы собирали в свое время все ресурсоснабжающие организации, приглашали их, и спросили, дайте нам, пожалуйста, данные, для того, чтобы мы могли донести до жителей, где можно платить по вашей коммунальной услуге без комиссии. Такую информацию они нам дали, и мы ее разместили и на сайте общественной палаты, она есть. И второе мы дали в социальной газете, как сейчас помню, от 8 марта социальная газета, там есть табличка, где написано, где можно платить без вот этой комиссии. Это первое. Второе. В Государственной Думе сейчас находится законопроект о том, чтобы отменить эту комиссию. Естественно, банки против этого, но пока получается так, что для определенных категорий жителей, а это в первую очередь пенсионеры, для них вроде пока проходит. Будем ждать изменения законодательства. Если закон будет изменен, то тогда для пенсионеров эти комиссии будут отменены. Но сегодня пока существует вот это вот. Спасибо. Продолжим по тарифам. Вот про воду ясно, что с электроэнергией, Виктор Иванович? То же самое. Электроэнергия. Значит, электроэнергии здесь у нас, понимать, люди тоже должны. Вот электроэнергия для граждан – это одна цена. Электроэнергия для организации – это другая цена. Абсолютно другая. Здесь вот то же самое идет регулирование вот этих тарифов. Почему? Для граждан делается меньше. И она постоянная величина. Вот эта стоимость одного киловатт в час. Потому что для организации она разная. Почему? Потому что там они покупают эту электроэнергию на рынке. То же самое, электроэнергия повышается. У нас газ пока остался на прежнем уровне. Капитальный ремонт у нас с 1 января повысился, больше не повышается. ТКО у нас осталось прежним. То есть у нас вот эти позиции остались прежними. Поднялась холодная вода, горячая вода, электроэнергия и тепловая энергия. Спасибо. Есть звонок, и мы его принимаем. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире программы «Город Эс». Слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Да. Говорите. Скажите, пожалуйста. Алло. Да, слушаем. Вас прекрасно. Алло. Говорите. Скажите, пожалуйста. Обычно тарифы повышают с 1 июля? Угу. Да, 1 июля. Да, да, так и произошло 1 июля. 1 июля. Отопление с горячей водой с мая уже. Нет, 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 с мая это не то. Спасибо. С мая не то. Спасибо за звонок, да. Значит, с мая здесь, я думаю, просто люди путают. Вот по итогам прошлого года делается корректировка по отоплению. Суть в чем? Угу. Те дома, которые имеют общедомовые приборы учета, но люди платят 12 месяцев, то есть не по факту, а 12 месяцев рассрочкой, да, значит, у них несколько другая система начисления. Берется 2018 год. Показания прибора учета 2018 года. И эти показания делятся на 12 месяцев. И в 2019 году равными дарями выставляются гражданам. То есть постоянная величина. В 2019 году смотрят показания прибора учета. А сколько он реально показал? То есть люди заплатили, допустим, за 100 гигакалорий по 2018 году. А прибор учета показал, что в 2019 году они истратили 120 гигакалорий. То есть им за 20 гигакалорий надо доплатить. Это называется корректировка. И вот управляющая организация или ресурсоснабжающая организация, в зависимости от того, какой договор, они эту корректировку должны делать в первом квартале. Январь, февраль, март. Они должны это делать, корректировку. Такая корректировка делалась. И, возможно, это до мая дошло, потому что некоторые делали уже позже. Поэтому, возможно, другая цена. Но начиная с мая, после того, как они сделали корректировку, с 1 января людям уже начинают выставлять доли, вот эти вот, да, 1,12, из расчета 2019 года уже. То есть если там 18-й был 100 гигакалорий, делим на 12, там получается меньше 10 гигакалорий, да, по месяцу. То есть здесь 120, здесь уже 10 гигакалорий. И январская квитанция за тепло уже должна быть выше. Так в этом году, когда в квитанциях за отопление, в августе будет корректировка, получается? Нет, нет, она прошла уже. Она уже прошла. Она уже прошла, да. То есть следующая корректировка будет уже на следующий год? Она будет на следующий год, январь, февраль, март. И я скажу, что сейчас вот многие обращались ко мне в том числе. Я подавал заявление в ГЖИ с просьбой проверить, там более чем 20 домов. Люди не согласны с корректировкой. Там 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 тысяч дополнительно начислялось. Вроде бы зима теплая была. Говорили, что должна быть корректировка в обратную сторону. Людям должны давать деньги. И вдруг такая ситуация. Вот я подал заявление в ГЖИ. К сожалению, сейчас ГЖИ не имеет возможности проверять. Но, думаю, мы будем добиваться этого. Спасибо, Виктор Иванович. А у нас на линии есть очередной дозвонившийся. Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Да. Говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас собираем на компенсацию, чтобы нам вернули, 3 вид документов за полгода. За ТПО, за воду и за квартиру. Пожалуйста, ну когда же это сменит? Мы пенсионеры, пожилые. Это надо все отксерить, понимать за полгода. И чеки, и квитанции. И ходим в МФЦ, отдаем эти полгода. Ясно. Когда это отменят или как это? Спасибо большое, Виктор Иванович. Отменить не отменят, но усовершенствуют. Сейчас работа идет в этом направлении. Почему все это говорят электронный документооборот? То есть сейчас МФЦ будет иметь возможность получить всю информацию от управляющей компании, от ресурсоснабжающей организации, да, и все это делать, ну, в автоматическом формате, да. Но тем не менее, тем не менее, пока этого нету, и поэтому людям приходится брать эти квитанции, ксерить их, приносить, ну, конечно, пока такой процесс. Тяжело, муторно, но тем не менее. Да, я скажу вот еще, мы начали говорить о повышении тарифов, да, мы не затронули одну вещь. Это, допустим, те же субсидии на ЖКХ. Ведь вот идет повышение тарифов, да, повышение платы за коммунальную услугу. Но есть определенный процент, он 22%. Если вдруг человек или семья платит от своих доходов, всех доходов, более чем 22% за коммунальные услуги, да, за жилищно-коммунальные услуги, то тогда они имеют право на получение субсидии. Это тоже нужно знать. Как вычислить этот процент, Виктор Иванович? Это собираются документы, приносятся в управление соцзащиты, они считают, смотрят и дают данные. Если это да, больше 22%, тогда они имеют право на получение субсидий. И где ее можно оформить? Это управление соцзащиты, районное управление соцзащиты, да. Я скажу большее. Сейчас рассматривается законопроект о том, чтобы снизить эту планку. Не 22%, а 15% сделать. Таким образом у нас количество семей, которые могут претендовать на эту субсидию, увеличится. Я думаю, это будет очень хорошо. Спасибо большое. Мы продолжаем прямой эфир. 202.11.22. Виктор Иванович Савских, если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, пожалуйста. Мы специально для этого работаем для вас, уважаемые телезрители, в прямом эфире. И продолжаем разговор. Виктор Иванович, в связи с чем происходит скачок в тарифах? Вот давайте попытаюсь просто объяснить, да, что такое тариф. Тариф – это стоимость одной единицы коммунальной услуги. То есть один киловатт, один кубический метр, одна гигакалория, да. Расчет как происходит. Тариф есть. Все затраты организации, разделенные на объем того коммунального ресурса, который он выдает. Вот, допустим, СКС, холодная вода, вот он затратил на ремонт, на очистку воды, на подъем этой воды, да, на транспортировку, на зарплату, на что там еще, технику купил, оборудование и прочее. Сюда не относятся путевки какие-то, машины импортные и так далее, и так далее. То есть за этим следят очень внимательно. Вот все затраты СКС делятся на объем того ресурса, который он дает, холодная вода, и получается стоимость. Вот давайте, если смотреть с точки зрения математики, да, есть числитель, есть знаменатель. Числитель у нас, ну, практически остается прежним, потому что затраты, они, как правило, остаются, да, ну, если растут, то на процент инфляции надо зарплату повышать рабочим, да, количество сетей увеличилось, надо больше делать. То есть числитель у нас постоянный, а объемы уменьшаются. Вы знаете, что на одну треть уменьшаются объемы, которые люди потребляют. Прибор учета индивидуальный поставили, меньше старифов. Уже меньше. Вот до тех пор, пока вот этот объем не увеличится, тариф будет расти. Ясно. Очень понятно объяснили. Спасибо. У нас есть звонок. Алло, говорите, вы в прямом эфире, слушаем вас очень внимательно. Здравствуйте. Я живу на улице Александра Матросова, дом 16, квартира 53. Я обратилась в нашу управляющую компанию, ТСЖ, региональное содружество, за справкой с места жительства о проживающих квартире, прописанных, о составе семьи. Но мне было отказано. И сказали, жалуйтесь хоть куда, хоть Путину, хоть Адарову. Они как-то, я не могу, вот уже месяц бьюсь, не могу справку взять. Значит, давайте так. Спасибо, пожалуйста. Если есть под рукой ручка, запишите мой телефон. Завтра перезвоните, попробуем посмотреть, что можно сделать. Телефон 8-902-374-99-02. Это мобильный телефон. Перезвоните мне. 8-902-374-99-02. Перезвоните мне с утра. Я попытаюсь узнать, что это такое. Более подробно скажете. И будем решать. Если это управляющая компания, значит, она имеет лицензию. Конечно, лицензированную. Да, лицензированную. А я в то же время являюсь председателем лицензионной комиссии Самарской области. Поэтому поговорим о выполнении ими лицензионных требований. Которые прописаны в договоре и которые жители, конечно же, подписали. Совершенно верно. Да, я думаю, мы найдем общий язык с ними. Спасибо, Виктор Иванович. Вот следующий вопрос. Как жителям проверить правильность начисления? Вообще, возможно ли это, Виктор Иванович, разобраться в всех этих многочисленных цифрах? Для простого жителя, может быть, это действительно сложновато. Но я скажу так. В прошлом году я готовил и выпускали ему брошюру, как правильно читать квитанцию об оплате жилищно-коммунальных услуг. Где я попытался простым языком, чисто так вот математически показать, как можно считать. Там нюансов достаточно много, но принцип один. В этом году мы ее не делали. На следующий год, я думаю, в рамках госзадания. Она в доступности в интернете, я думаю, имеется. Она есть на сайте общественной палаты, в разделе полезная информация. Она есть. Единственное, что там, может быть, тарифы изменились, да, нормативы. А принцип расчета остался прежним. И еще раз. Если вы не согласны с тем, что вы считаете, что неправильное начисление произошло, в Государственной жилищной инспекции существует отдел, куда можно написать заявление руководителю ГЖИ. Прошу проверить правильность начисления платы за такую-то услугу. Копию квитанции прилагаю. И копии предыдущих трех месяцев квитанции тоже. Это все можно сделать дистанционно, Виктор Иванович? Нет, это надо сделать или письмом, или через систему ГИС ЖКХ. Там можно сделать это, да. Есть очередной дозвонившийся телезритель. Мы вас приветствуем. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. 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 Да. Вы меня спрашиваете? Да, вас, конечно, говорите. В общем, меня интересует. Я живу в Новой Стамаре. У нас тариф за отопление такой же, какой и во всем городе. Но у нас свои котельные на домах. У нас наружных теплосетей нет. Значит, соответственно, затраты меньше должны быть. Ну, если логично, то да. Виктор Иванович, действительно, это так? Значит, если у вас крышная котельная, то это отдельная формула. Вы платите только за газ. Вот так. Поэтому, еще раз говорю, если вы не согласны с тем, что вам начисляют, возможно, там где-то что-то муклюют, да, управляющая компания, либо ТСЖ, кто там у них есть. Поэтому Государственную жилищную инспекцию прошу проверить правильность начисления платы за тепловую энергию, допустим, за такой-то месяц. Копию квитанции прилагаю и копии трех предыдущих месяцев в ГЖИ, и они дальше будут проверять. Виктор Иванович, есть ли что еще дополнить вот про правильность начисления? По правильности начисления, это я скажу, вот правильность начисления, это самая такая распространенная проблема. Да, и вот я начал с того, что вот рейтинг проблем жителей Самарской области за второй квартал. Вот во втором квартале в ЖКХ контроль к нам обратилось 244 человека. Это официальное обращение, да, по той или иной проблеме. И вот распределение какое в процентном отношении. Состояние и ремонт МКД 18,8%. На втором месте начисление платы за жилищно-коммунальные услуги 18,5%. То есть вот начисление платы, оно всегда входит в тройку проблем, которые волнуют жителей. Виктор Иванович, а почему сомневаются? Ну ведь сидят же там компетентные люди, делают расчеты, начисления. Ну я вам скажу так, вот есть у нас ЕРЦ, городской расчетный центр, да. Вот там работают специалисты, там используют все те формулы, которые изложены в 354-м, правильно их применяют, да. Но отдельные управляющие компании, которые сами считают, либо ТСЖ, они порой, ну не понимая, в силу того, что не понимают или каких-то других причин. Ну все-таки может быть человеческий фактор, да. Где-то что-то порой не доделывают, да. И бывают достаточно серьезные ошибки. Поэтому всякое может быть. Я скажу, вот начисление платы – это одна из самых серьезных проблем. Поэтому мы будем вот сейчас проводим и семинары обучающие, в том числе, в первую очередь, как раз именно по этому вопросу. Спасибо. Есть у нас звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер. И, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас мы писали-писали бесполезно. А платим мы регулярно за отопление. У нас трехкомнатный квартир в Пугачевской, 34, квартира 81, маленькой комнате водильной. Вообще холодные батареи зимой. Так. Значит, вот по поводу холодных батарей, холодной горячей воды, это вот сейчас лето, сейчас начнутся вопросы. Открыл кран горячей воды, идет холодная, да? Да. Это называется качество коммунальных услуг. Мы сделали, кстати, брошюру, каким должно быть качество и что нужно делать. Вот дальше. В этой, вы говорите, в комнате холодно. Первое, что вы должны сделать, позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании и сказать, у меня холодно в комнате. Они должны к вам приехать и сделать замер температуры. Температура зимой в комнате должна быть не менее 18 градусов, в угловой комнате не менее 20 градусов, в ванной комнате не менее 22 градусов. То есть они производят замеры, замерили, составили акт о том, что температура в комнате не соответствует, меньше 18 градусов. Вот на основании этого акта вы пишете заявление в управляющую компанию, прошу произвести перерасчет, потому что я получил некачественную услугу. И управляющая компания должна вам сделать перерасчет. Это касается, кстати, и горячей воды, которая вот сейчас летом будет идти холодная. Ну потому что везде постоянное отключение, нет горячей воды, да, пара холодной. Эта тема вообще в городе, да по всей России, она двухтрубная. Вот в дом заходит горячая вода и потом выходит. Циркуляции нету, особенно ночью. Пока не спустят холодную воду, горячей не пойдет. Спасибо, Виктор Иванович. У нас еще есть звонок, мы слушаем вас и говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. 1 июля вышло постановление Совета Министров о замене счетчиков в электроэнергию за счет энергособжающих организаций на умные счетчики, которые будут сами передавать показания. Да, да, да. И там вот это представление написано, при капитальном ремонте, при новом жилищном строительстве и когда у прибора учета кончается срок эксплуатации. Да. Хотелось бы знать, это надо как-то идти самим или они действительно будут... Как вообще это будет происходить? Да, спасибо, вопрос понятен. Значит, да, наши ресурсоснабжающие организации по электроэнергии, они будут этим заниматься. Действительно, если истек межповерочный срок, если прибор вышел из строя, они должны будут его поменять. Но пока вопрос не решен, на умный поменяет или на простой поменяет, да, то есть это становится ответственностью ресурсоснабжающей организации. Умный счетчик – это тот счетчик, который, первое, сам передает данные, то есть вам не надо передавать никуда, он сам в автоматическом режиме будет все передавать. Но вторая его цель – это отключать в случае, если есть такая необходимость. Виктор Иванович, если все-таки будет постановление, и эти умные счетчики будут... Оно есть постановление. Да, есть. Все есть уже, все. А люди будут ставить, как говорится, по воле или все-таки нет? Нет, это будет... На выбор. Нет, это не будет, это всем будет ставиться. Это всем будут ставиться. Это будет ставиться всем. Вот у меня заканчивается межповерочный срок, да, или прибор вышел из строя. Они должны будут выйти, но, скорее всего, я так понимаю, они будут работать по домам. Брать дома целые, посмотрим, как вот они... Скорее всего, так будут. Пришли в дом, поменяли все счетчики. Следующий дом поменяли счетчики и так далее. То есть это массовое обновление какое-то будет? Скорее всего, да, будет так. Спасибо. У нас есть еще время, уважаемый телезритель. И у вас есть возможность дозвониться к нам в прямой эфир 202.11.22. Дозванивайтесь, пожалуйста, и задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Виктор Иванович, что касается оплаты услуг ЖКХ, введены ли какие-то послабления, может быть, отсрочки? Вот в связи с вот этим вот процессом пандемии, да, вышло два постановления правительства Российской Федерации. Первое, что это запретили отключать все коммунальные услуги. То есть если вообще нельзя отключать холодную воду и отопление, вообще в принципе нельзя отключать, все остальные можно отключать. То на период с 6 апреля по 31 декабря отключать вообще ничего нельзя. И если что-то было отключено ранее, я обращаю внимание, оно должно быть включено. Потому что сегодня вот было как раз обращение по этому вопросу. Отключили там в марте, что они должны включить. Дальше. Не начисляется пение. Не начисляется пение. Но тут одна тонкость есть, да. Есть нюанс и продолжим. Примем звонок. Алло, говорите, здравствуйте. Вы в прямом эфире слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имею ли я право поставить в счетчике учет от теплой воды на батарею? Спасибо. На счетчике тепловой энергии. Теплой воды на батарею не ставится. Это счетчики тепла. Отопление. Отопление. Да, имеете право. Сейчас изменение в 354-е постановление внесено. И если даже в доме нет счетчиков, а в какой-то квартире поставили индивидуальный прибор учета, то по нему расчет идет. Но это накладно будет, поэтому подумайте, прежде чем ставить. Это достаточно серьезное дело и затратное, я скажу. Спасибо. Продолжим, да, по поводу... По поводу пения. Да, пения. Значит, в постановлении хитро написано, что они не выставляются жителям. То есть внутри бухгалтерии, управляющей компанией, ресурсонабжающей организацией, если вы просрочили сроки оплаты, а сроки оплаты у нас как? У нас до 10 числа следующего месяца мы должны заплатить, да? Но у нас еще есть 30 дней, когда пения вообще не начисляются. То есть если мы должны, допустим, заплатить до 10 апреля, да, то у нас до 10 мая еще есть время, и сроки, и пения нам начисляться не будут. За тот период. За тот период, да. То сейчас пения начисляться в квитанции официально не будут. Но по бухгалтерии они будут проходить, и после 1 января 2021 года все эти пения за все предыдущие сроки будут выставлены. Они придут единой суммой, Виктор Иванович? То есть вот эти пения за просрочки 2020 года придут, и их придется оплатить? Их придется оплатить, да. Поэтому я говорю, вот мы стараемся разъяснять, что, уважаемые, не затягивайте с платежами, потому что многие поняли так, что в этом постановлении сказал, пение вообще отменили. Нет. Их не будут выставлять в квитанциях, но они будут начисляться, и после 1 января они будут выставлены. Спасибо, Виктор Иванович. Время подошло к концу. У нас осталась одна минута до конца эфира. Все-таки, подводя резюме и итог нашему с вами разговору, вот в главной теме о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля, что бы вы хотели сейчас сказать нашим уважаемым жителям города? Все-таки нужно ли обязательно своевременно платить услуги? И все-таки, может быть, изменилось чуть-чуть отношение у жителей? Я скажу так, вот в условиях пандемии, да, в условиях пандемии, многие ожидали, что люди перестанут платить. Этого не произошло. Люди действительно оплачивают. Понятно, что тяжело, многие потеряли работу, где-то заработок сократился. Но, тем не менее, в любом случае платить надо, понимаете? Вот сейчас, если мы не будем платить, как мы войдем в зиму? Здесь самое серьезное испытание будет зима. Потому что, если мы не дадим денег ресурсоснабжающим организациям, они не приведут сети в порядок. А сейчас уже началась подготовка к отопительному сезону. Она идет полным ходом. Управляющие компании не подготовят дома к зиме. Вот там будут проблемы. Чтобы не допустить проблем в зиме, мы должны сейчас своевременно платить. Не создавайте себе проблемы сами. Хочется мне закончить наш сегодняшний эфир. Виктор Иванович, огромное спасибо. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Асс». Всего хорошего. Удачи. До свидания. И платите по квитанции. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова